всем привет мото за как всегда на связи ну что прошлое видео предыдущему где мы с водиком погоняли немножко порвала задницы у некоторых ребятам пена изо рта пошла писали гневные комментарии а сегодня будет такое немного лайтового видео гаражный движ поеду к димону вилле те кто уже давно на моем канале знают кто это это тот чувак который тоже также безбашенно гоняет как вадик только на самом деле еще пожестче вот будем ставить новый мотор на его литровый fire что из этого выйдет увидите вы вместе со мной поэтому я думаю будет интересно усаживайтесь поудобнее и начинаем я уже подкатил гаражу думал димон на месте но чего-то пока его нет на самом деле хотел сегодня поиндурить нашел компанию подольских ребят которые гоняют думал поугараю будет веселый контент и ну и вообще в целом опробую свои способности как это у меня будет получаться а внезапно вчера вечером димон напишет мотозак чё хочешь контент нового свежачка я так он ну естественно как же упустить такой момент и он написал что собирается ставить новый мотор на свой литровый fire в целом подробную ситуацию я не знаю что с ним произошло я думаю более лучше и точно пишет сам дима а в целом то есть пока я находился в армии он гонялся было супер как обычно и в один прекрасный момент что-то отрыгнуло и в итоге случилось то что случилось а вот тут еще один помощничек подъезжает помощь вот хулиган берем сейчас петуха и будем джигсеров вот так мы чё будем сегодня потом когда по сами запускать сейчас подожди раз коксовку он уже сегодня вечер готовить уже будет димона со старым мотором чего вообще произошло как-то случилось твои предположения отнимаем предположение это факт это болезнь 8 9 года когда начинает осыпаться главное передать вовремя заметил мотор вообще кончился ну да вот он старенький димона вывозил на продажу какая цена дима заполтался там мотор полностью идеале только колено на поменять только колено короче потом короче можно перевернуть и я потом сниму и крутану покажу димона на старом моторе сколько пробег народ знал принцип когда будет интересоваться 35 по-моему 35 нормально только блин жалко конечно что так произошло ну и что ты говоришь что была отзывная да тема у этого года видимо сюда не попал видимо жалко блин так было конечно красиво захоп приехал мотор новый новое сердце считая обкатку прошел и дальше но все равно honda это надежность все равно предыдущий дала себе 600 rr сколько ты на нем шпалил вообще нормально было то есть на том мотоцикле это вообще мне кажется мотоцикл вечность просто я думал сдохнет он не сдох вообще много времени у тебя вышел на снятие мотора вас больше без мотора мотика вообще легкий димона вы может так понять как раз это сотку пожмешь да наверное как раз дом меньше да без мотора ну да в принципе рама с мотором 170 всего лишь а приедем сейчас застрянет и мы вам назад не бы со мной фигачил а новый мотор димон во сколько обошелся сотка сотка на ответьте ребят в принципе дорогой ремонт что сотка на благо димона можно коленвал было поменять колено до тут можно до поставить коленвал но найти от десятого года я не нашел 10 нашли немножко слизанную шпилечку заменим так вот горели пуканы от недавнего видео где вадим жестко навалил да еще жестко особенно в мотомоскве там что пошла она сдалась да все-таки димон тут еще есть житель свеженький сейчас сразу заодно чтобы на будущее поменяем а как вообще определить хана ему или не хана завести мотор только так слушай дима ты видишь перед прошлым сезоном когда я в армию входил что-то мотор ведь когда ты ему делал я помню большое то есть я регулировка клапанов то есть вот на этом моторе до этого делали регулировку клапанов там а еще че делали или просто есть они разобрали посмотрели все выставили грамм скорме нет ни нас хереном состоянии поменяли натяжитель клапана отрегулировали какие-то прокладки меняли ты ведь тогда тоже давалил нормальным бабла за такие работы ну что я там и цепь менял тогда и звезды все менял что еще менял ну что сразу все так что в принципе этот мотор обслужен ребята все как литой не попадает в зубе рандомно о о рандомно попал арбатин решили подшикать и образовательной ржавчины да чтобы покажи эффект были такие были но мы давай сейчас попозже посмотрим идет уже подготовка установки мотора ничего скоро ты оживешь новом сердце димона запасы новым сезону уже все подготовлено может подмышку взять и с ним пойти гулять занести повернуть поехал диман поехал опа что-то пошло я попал я попал в дырку сука дача не бей ты сейчас приподниму опа все все вообще в домике вот слева здесь где-то упиралась мне кажется лишь я тоже да не идет не идет как так вот это нас уже ну да он прям вот почему-то короче разобрались не вот здесь должно быть вообще крепление зато здесь лишь багажник можно это картошку складывать а муж короче обрадовали думали все в одну дырку попали нормально оказалось это оказалось не та дырка просто оказалось не та да так всегда давай я готов давай еще чуть-чуть в итоге короче вадик ёпта я же тебе говорю он не упадет сейчас да я думал ты держишь блядь вон он сразу ровно встал да нижний давай дай чуть-чуть молоток вверх молоток вон не надо молотком там резьба да я прям чуть-чуть эй подожди кальян кальян сейчас еще раз вообще мотор не шевелся нашли что мешает цепочка о перекрасил мотор все теперь крыёбаные петухи собирали бы джейсер я бы прям в этот прям туда бы вот так стихнул бы выкинь бы кстати так себе заводите мотор ставить если бы верхние болты подошли бы мы наверное так бы и собрали бы стабудово самое сложное наверное выполнили да осталась фигня все подключить подкрутить крепить его как следует а он ты говорила правильно повернуть надо вот призван в принципе все подкрутить а то есть у него специальное положение когда контргайз хонда говорит ключ нужен специальный болгарку берешь ключ специальный есть а как же он там сейчас затенится на вот эту штуку сюда распор встает когда вкручиваешь награды награды русская верста а и железная жопа да и за что дается это в крыму там норматив надо сдать за определенное количество времени проехать определенное количество километров ничего вам говорят спасибо и бумажка ну да русская верста это вот ночных волков железная жопа так сказать во всем мире дает димон единственный чувак в нашей компании у кого тоже есть камера но когда он купил себе новый топовый шлем да агв он перестал снимать со мной видеоролики а так я у нее тоже надо брал вставочки ставить так давай это я у нее камеру заберу себе на шлем поставлю тебе на шлем конечно я буду снимать квикшифтер квикшифтер ты кстати будешь же на этот тоже да устанавливать вот он а то есть он все устанавливает а вот он да его катушку пропищаешься а настраивать там он через телефон а через телефон по блюпупу я тогда помню ехал мне встречный ветер дунул я вот так шел в свечке ты понимаешь я просто еду вообще без газа даже и она ооо держит нормально так посмотрим что тут ооо слушай да он вообще уже блестит это это вообще что то просто полил попширку подождал и тряпочкой оттер тряпочка да чуть-чуть прошу потому что слой очень большой и он как бы его надо это чуть-чуть ну да постепенно согнать его надо чуть-чуть я считаю вообще гастойный результат не напрягаясь да да и в принципе это можно сделать не снимая с мотоцикла да вот как у меня он то есть да Вадим сейчас я его сниму так чуть-чуть грязненько правда ну понятно ты только что прокатился а так ну он не горячий нет ну то есть реально были точно такие же я просто попшипал подождал красивенький тряпочкой потер потом ну несколько раз так сделал ну ты молодец ну за эрочкой следишь красавчик масло подключили стартер тоже сейчас зальем маслице и будем пробовать только болт снизу закручен ну ничего не льется значит значит болт закручен а ты не перельешь да вот тут болт два с половиной литра а два с половиной сейчас еще литр а сколько надо будет заливать три три а если еще фильтр меняешь то наверное 3.9 вот ну крутит хорошо сколько положено времени уже прошло скоксовка должна уже была по 10 часов ну это не точно чтобы она повылетала сейчас проверим компрессию я бы сказал бы хватит твои став все огонь все огонь ну вообще 15 здесь 11 11 ну 11 это нормально если какой у нас получается 11 это нормально почему у меня 14 с половиной на ямаха другое у меня во всех 11 был тогда у меня 14 по 15 у меня просто r1 ямаха это орел он на низкой компрессии летает на низкой компрессии пониженное давление пониженное давление 11 да не хочется алё дэн привет мы тут да мы тут на димином петухе мотор ставим и это компрессию замеряем сколько должна быть компрессия на его петухе не должна быть компрессия на хонде на моторе ну да ну по хорошему стенд ты хочешь ему эрку поднастроить или нет мне надо замерить так сказать сколько на мощность да просто я замерялся на другом станете сначала я замерялся у него на штатных мозгах у меня там показал ему как по стоку по паспорту дата 180 на моторе 182 а потом я ездил получается когда мозги поменял на другой дина стенд другим у них показала прирост почти 17 лошадиных сил от стока но надо просто замеряться на одном и том же стенде просто разные настройки стенды но непонятно ну да поэтому надо где правда да поэтому к нему опять поехать и на новых мозгах там замериться и будет отдать четко известно запишем этот контент потом когда все свечки ставим на место законные не хочет ну чё вы таких муты и плохо садим дыхтим раздумеешь нормально ну хотят бросили не сдается уже вдвоем пытаемся его победить не все пока никак она должна сесть вот смотри как здесь давай дальше все прям щелкнул смотрите ребят то будет надо чтобы щелкнул и потом все будет так и щелкнул чтобы никто не щелкнул как сказание двух пропущенных и один непринятый ну чё главное поможешь покидаешь нас да поладает уже надо помотик ставить давай 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 может аккумулятора не хватает ну да видишь он постепенно прям это тухнет чтобы долго не ждать пока будет заряжаться сняли с машины аккумулятор будем пробовать уверен не выкачал ну да пытается до желает выход ну да есть давай 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 все нажим сейчас чуть-чуть покрутили покрутили и все нормально что-то газ даешь и не подключили до конца там что-то радиаторов нету точно так целом мотоцикл запустили все нормально но единственное пока не нашли причину того когда начинаем немного открывать газ он глох но естественно горит ошибка поэтому сейчас продолжаем искать проблему убили мы весь вечер на поиск причины и достигли своей цели нашли в чем оказалось загвоздка была не знаю кто подключил неправильные фишки возможно Вадик нас решил подколоть пришлось вот эту макулатуру читать просто мы реально столько мучились по несколько раз то есть снимали воздушный фильтр переставляли фишки потом конечно же а но единственное мы сначала не могли понять в чем ошибка научились считывать ошибки то есть чтобы считать ошибки да сбрасывать то есть вот специальный диагностический разъем красный и здесь получается коричневый и зеленый провод надо замкнуть и после этого вот специально диагностическое оборудование вот то есть его замыкаешь и потом при повороте ключа тут начинает моргать лампочка ну чек и надо считать то есть там получается у нее есть долгие моргание десятки я объясняю сложно а и вот говорят говорили зимой не будет нормально ли ты резине поеду да чё-то блин вообще тут на милой и тачку маме не буду чё Димон мотосезон откладывается что ли походу ладно завтра сейчас зима бывать буду завтра на самом деле чё там плюс 5 обещали поэтому я думаю всё расставить без проблем твои эмоции от сегодняшнего мероприятия в шоке ну чё давай запустим покажем как он ровненько работает то есть набирает обороты все то есть вот у нас ошибка попали ошибка не горит готов к выставке итак но в целом я думаю видео получилось интересным осталось только что накинуть остальное навесное это пластик ну да то есть сделать теперь то есть главная задача была на сегодня это поставить двигатель посмотреть что он запускается работает нормально как обещали сейчас снимем быстренько поддон покажем чё там как вон видишь угу ну да то что раздолбан точнее шлицы ну а хон блин а так не видно у меня на другом видео есть он вообще в идеале там никогда половинку снимал там снимал короче сам этот цилиндр хон вообще в идеале просто в общем ребят кого заинтересовал мотор и возможно но есть то есть какие то мысли насчет него обязательно пишите диме контакты я его оставлю в описании поэтому не стесняйтесь пишите всегда я думаю можно договориться Едем с Димоном домой он еще конечно красава уже переобулся на летнюю резину вот но сейчас я его потихонечку сопровожу чтобы он без происшествий добрался я вообще не ожидал что сегодня может быть такой снегопад походу как назло Димон поставил мотор все настроили все сделали четко и блин и такая погода и не попробовать не вообще ничего не забываем ставить палец вверх подписываться на канал и до новых встреч пока на дороге на заднем поле